На рост доходов педагогов сегодня очень рассчитывают родители учеников 22-й школы. Надеются, что это поспособствует тому, что в учреждении появятся учителя начальных классов. Пока с этим большие проблемы. Так, третиклассники могут остаться без своего классного руководителя в новом учебном году. Что это? Частный случай или закономерность для всего региона? Подробности в сюжете. Родители третиклассник из 22-й школы сегодня бьют тревогу. До начала учебного года два месяца. А кто учить их детей будет, неизвестно. За первые два учебных года у детей уже сменилось два педагога. Сначала первая учитель ушла в декрет, теперь и вторая. Родители жалуются, что частая смена педагогов уже сказалась на успеваемости их детей. Потому что дети привыкают к новому учителю, к новым требованиям. Кто-то посильнее требует, построже, кто-то послабже. И дети почувствуют слабинку и начинают снижать. И по оценкам съезжают, и на двойки многие съехали. А теперь неизвестно, появится ли у ребят новый педагог. Его так и не может найти руководство школы. При этом позиция департамента образования у родителей вызывает вопросы. Они говорят о том, что это проблема. В общем, по всему городу такая существует, что нет учителей. И как бы это от них не зависит. То есть, если новые выпускники выходят и заканчивают образование, они не идут в школу. То есть, и заставить их управление образованием никак не может. Руководитель учебного заведения надеется, что за два месяца педагога найдут, признает. Нехватка кадров в городе очень ощущается. Решают проблему на местах кто как может. В моей школе на сегодняшний день два педагога начальных классов работают на два класса. То есть, соответственно, в первой и во второй смене. Где-то это бывает совместительнее. В университете, где готовят педагогов, в том числе и для начальных классов, не согласны с тем, что выпускники не идут работать по специальности. До 90% молодых специалистов, по данным Вятского госуниверситета, устраиваются в школы. Проблема в другом. В нехватке бюджетных мест. Если взять вакансии учителей начальных классов в Кировской области, это больше 100 вакансий. А теперь возьмите то количество выпускников, которые мы выпускаем по очной форме. Это в пределах 20 человек. Это всего лишь одна группа. Поэтому, конечно, в области есть открытые вакансии для учителей начальных классов, потому что мы их не закрываем. Кроме того, студенты с районов после окончания вуза не желают возвращаться работать на малую родину. Остаются в Кирове. Именно поэтому руководители профильных факультетов считают, что решать проблему нужно комплексно. В других регионах деньги на бюджетные места в вузах выделяет не только государство, но и местные власти из региональных бюджетов. Таким образом, вузы могут выпускать больше педагогов начальных классов. Дмитрий Ишитарчук, Александр Марченко, Бюро новостей Давича.